Приветствую вас всех любителей вышивки рукоделия. Хочу вам показать покупочки, которые я купила буквально недавно. Я, конечно, не покупаю сразу со склопом. Немного иногда из магазинчиков покупаю, иногда заказываю через интернет. Сейчас покажу то, что у меня как бы для этого было куплено. Я купила, показывала, вышивала оберег семейного благополучия. Я покупала нитки вот такие DMC, которые меланжевые, можно так сказать. Естественно, очень много разных выбрала, потому что я уже там рассказывала, я все не могла определиться, каким цветом все-таки буду вышивать. Это нитки DMC. Но вышивала, я купила еще и бестекс. Они немножко ярче, чем вот DMC. То есть здесь вот, ну вот, темные вот эти полосочки, они не настолько насыщенные. Я, естественно, выбрала бестекс. Но сразу скажу, девочки, кто вышивает, я поняла, что они просто чуть-чуть пушистые, потому что когда ты протягиваешь через канву, они ну такой, как пушок. Мне там пришлось где-то в одном месте распарывать. Кто видел мое видео, все знает об этом. Вот. И покупала я еще вот такие нитки. Я хочу вышивать икону. Буду показывать, будет подготовка у меня. Это только всего лишь часть, потому что остальные нитки у меня есть. Икона Святой Георгий. Вот. Ну, пока они у меня лежат вот в таком чехольчике. На молнии я приобрела такой простой, обыкновенный. Вот на такой молнии. Ну, пока я вот эти вот ниточки пока я еще не подготовила, не разобралась, когда это я буду делать, потому что я сейчас подчищаю все хвосты, заканчиваю своих счастливую пару волки. Покажу. Буквально остался маленький кусочек. Вот. Это я покупала, буду делать чехол для ножниц. Тоже купила. Вот. До нового года все разобрали, какие цвета были. Вот. Приобрела там по чуть-чуть, пускай будет. И то там где-то остаток один был. Вот. Ну, вот эти пока не намотанные. Я все, я, естественно, храню, держу. Я не храню, конечно, я быстро стараюсь все это сделать порядок, чтобы ничего не болтало, чтобы я все видела, что у меня есть, что нет. Потому что я иногда могу забыть, что где-то в мотках там еще есть нитки. На сайте Мир Вышивки я, там были у них скидки, я заказала себе нитки металлик. Я решила всю палитру купить себе. И сделать, как бы, полностью перемотать их. Сделать можно, так сказать, порядок. Я вот перематываю их на такие вот бобинки. Вот. Эти бобинки я делаю сейчас сама. У меня так маленькое мини-производство, все с меня смеются, говорят, что я занялась детским каким-то видом творчества. То есть это две бумаги склеенные, ну, такой толстоватый, 200 грамм на квадратный метр, то есть, и я, естественно, чуть-чуть покрываю их лаком, то есть, чтобы он полуглянцевый и он придает такое, как бы, сочетание цветов поярче. Вот. Ну, эти я сделала специально для металлика. Они более плотные, более толстенькие. Вот. И от бирочки я отрезаю вот так вот. Выклеиваю скотчем. И вот эти все металлики я хочу, у меня там осталось буквально, наверное, штучек 10 или 15 докупить, чтобы уже у меня вся палитра была. И по возможности сейчас хочу сделать палитру живую. Посмотрим, как это у меня получится. Ну, это для этого нужно иметь все цвета. Вот. Купила такой нитковдеватель. Не знаю. Посмотрим. Так все. Покупай такие мелочи. Посмотрим. Будет он мне пригодится, или он так будет у меня ржать. Иглы у меня такие были давно. Не знаю, где-то растеряла. Думаю, куплю, потому что я вышиваю, вяжу, и иногда пришивание мне нужно. Иногда такие нитки. Так, что еще? Ну, эти иголочки пони взяла. Вот. Ну, взяла в магазине. 75 рублей. Ну, думаю, копейки. Ладно, куплю. Потом посмотрела на сайте, что там вообще можно купиться. Что-то 55 рублей. Что-то такое. Что-то вроде такое. Насмотрелась на девочек, как они делают магнитики. Очень симпатичные. Обычно у меня были канцелярские простые магниты. Тут я увидела у фирмы Astra вот такие вот замечательные. Ну, они считаются как кулоны. Вот. Ну, из... Господи, блестящий как-то называется. Вот такой специальный, как бы, кулон для шнурка. Ну, я так подумала, почему бы и нет. Вот. Взяла два вида. В одной упаковке было по два. Вот. Я взяла сова, сову и бабочек. Вот. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Шлиф в коробке. Копеечные какие-то. Ну, вот сейчас покажу. Вот. Вот таким образом они у меня крепятся. Ну, магнитики я, конечно, заклеила. Потому что я искала где в магазинах магнитов почему-то прямо дефицит. И пару наборчиков, потому что они были дешевые. Прямо скидки были в магазине. Вот такая вот. Крыса. Я родилась в год крысы. Мышь, которая вечно возится с какими-то нитками. Фирма Алиса. Очаровашка. Маленькая. Миниатюрки вообще очень редко когда вышиваю. Прямо, ну, вообще. Я люблю большие работы. Тут решила, думала ли где понадобится. Такую малышку красотулю. Чудесная игла. Сейчас не скажу, какие цены, потому что там маленькие цены были. Красотуля. Вот мне напоминает мою дочку. Я ей шила когда-то такое платье в гороху красное было. И банк, конечно, был не такой большой, но хвостик у нее был. Вот. Министудия МП. По-моему, так МП-студия называется. Вот такой совенок. У них там вышли сейчас прям целой коллекции. И сова он и она. И сова там осенью там с листвой. И вот это мне это в бусах понравилось. Очень симпатичная. Посмотрю, какой размер. Может быть, где-нибудь на футболке можно будет. Такая лупастенькая. Вот. Ну и вот этот вот зайчонок мне, конечно, очаровал. Такой большой шапки. Видела, девчонки вышивают на голубой конве. Ну, вроде такой милашка. Глазки прям, ну, если бы глазки такие же на вышивке, прелестно просто будет. Вот такие маленькие-маленькие работы я практически вообще не вышиваю. То есть это у меня начиналось, когда я только начинала вышивать. И то не по наборам. Я рисовала и потом уже вышивала. Ну, вот вроде бы все мои покупочки из магазина. Мне подложили вот такие вот буклетики. Ну, естественно, очень красиво то, что вырезано по бокам. Но если бы мой был такой был бы изрисованный станок, было бы вообще чудесно. Но, конечно, конструкторы, которые придумывают это, они думают, что мы, рукодельница, сидим только вот в такой позе и так и вышиваем. То есть нам хочется иногда и сидеть, иногда и где-то и лежа, и не одна работа, а там два проекта, и там мелкие где-то. Ну, я так скользко смотрела. Станки и станки простые. То есть как бы я очень довольна своим станком и думаю, что, может быть, визитки поставили. Ну, и упаковщик. Это я через интернет-магазин взяла. Три. Паковщик номер три. Спасибо вам, потому что ваш труд никто не видит, только мы. Ну вот, на этом все. Все мои покупки очень маленькие, но в скором времени я хочу закупить полностью палитру DMC и заказала еще ПНК. И сейчас я делаю такие бобинки и рисунки у меня разные. Поэтому я покажу потом. То есть это вот одна половинка. Я их склеиваю, чтобы они были чуть жестче. Я потом расскажу, как я предпринимала все эти действия. Все подробно расскажу, когда уже будет практически все закончено, чтобы было видно и понятно. На этом все. Пока. Всем спасибо, кто смотрел мое видео. Ставьте лайки. Всем до свидания. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok